Всем привет, дорогие друзья! Наше путешествие в Питере начинается. Мы только что заселились в наш номер. Обзор будет чуть попозже. Сейчас пойдем с вами найдем ближайший магазин, купим продукции какой-то. Ох, свет закончился у нас. А ты сводим карточку-то, да? И начнем знакомиться с городом. Что очень здорово, мне понравилось в описании, когда я читала, что здесь есть кулер с горячей, с холодной водой. Здесь есть чай. Здесь есть чашки. И можно спокойненько здесь попить чай или кофе. Это очень-очень удобно. О, мама, смотри! Что? Даже печеньки какие-то есть? Кексы? Ну, возьми кекс, если хочешь, сейчас съешь по улице, пока мы идем искать магазин. Ну, а мы, да, пошли искать магазин. Почему? Лифт хороший. Ваня говорит, может, не на лифте, а пешком пройдемся. Смотрите, какие здесь перила. Половина перила нет. Кто-то выломал. Представляете? А ведь они такие чугунные. Ну, так. А третий этаж, это уже все. Видите, жилые такие квартиры. Представляете, смотрите, какая же здесь огромная дверь. Ваня, спустись вниз, я хочу показать, вот на твоем примере, что ты маленький, что дверь, она очень большая. Ваня, спустись вниз, пожалуйста, я хочу, чтобы понятно было, потому что так несопоставимо. Смотрите, вот Ваня стоит, вот такая вот огромная дверь наверху. Это что-то с чем-то, да, Ванюха? Операция на поиске продуктового магазина начинается. Но здесь, кстати, смотрите, булочная какая-то, кондитерская рядом. Очень, очень такая уютная. Можно будет там посидеть, кофейку попить. Да здесь я вообще смотрю, вот что касается Питера. А? Что касается Питера, что здесь на каждом углу я смотрю прям кафешки. Одна, другой краш. Какое счастье у нас, оказывается, напротив прям нашего отеля есть теремок. Теремок мы с Ваней уважаем. Черносмородиного это у тебя? У меня клюквенный. В общем, Ваня здесь заказал блин. Я его... Ну, а завтра борщ тогда будем здесь есть, договорились? Ну, или, может, не здесь, не знаю. Давай, я сейчас порежу. А так здесь довольно-таки уютное место и мест много свободных, нет толкочки. И очень хороший ассортимент в теремке. Счастлив, Вань? В общем, мне очень понравилось, что здесь вот, если по улице пройти, то здесь очень много вот этих всех кафе. Практически в каждом доме по какому-то кафе. То есть здесь голодным точно не останешься, везде найдешь что-то. Плюс мы еще целый пакет продуктов с Ваней взяли. Сейчас домой принесем, но так вот, чтобы позавтракать. Хотя завтраки у нас включены. В общем, в целом мне пока что нравится. И так, обзор номера. Вы знаете, это самое любимое, когда я смотрю чьи-то путешествия, это обзор номера. Мама, мама, я тебе скажу сейчас, мальчонка, что самое интересное в обзоре отелей, это обзор номера. Самое интересное в обзоре телефонов, это, конечно, обзор самого телефона, например. Ой, очень. Или, например, игрушек тоже. Вань, ладно, очень оригинально. В общем, смотрите, что бросается в глаза. Бросается в глаза какой-то свежий такой ремонт. Обои такие блестящие, с блестками. Это раз. Необычные выключатели. Вот такие вот выключатели я вижу первый раз. И очень нравится мне цвет шкафа, цвет дверей. Что там у тебя опять? Какой тут страдок. В общем, здесь все новое, новейшее. В общем, я прям рада. У нас, ну, я считаю, что демократичная цена, что 2 800, что ли, за номер получилось в сутки. Смотрите, какой пол здесь идеальный. Мне очень нравится, что он такой. Тапочки, тапочки. Под мрамор или мраморный, не знаю, вот это он в таз. Вот это у тебя, даст, у него там у королевки. Я чуть даже не пойму, зачем вот эти все кнопочки нужны. А, это телефон, наверное. Что это такое? Болотенчики свеженькие, чистенькие. Фен. Ладно, пока Ваня руки моет, пойду дальше. А то будет очень громко. Здесь, в комнате, нас встречает тумбочка и холодильник. Холодильник тоже маленький, современный, рабочий. Потому что мы сейчас купили Ване Агушу. Нам холодильник очень даже нужен. Кстати, кстати, не удивляйте, новые зрители, что я пью Агушу с 8 месяцев. Телевизор, плазма здесь. Я хотела снять комнату на Айрон Биби. Но муж настоял на том, чтобы мы сняли гостиницу. Потому что, говорит, ты поешь с маленьким ребенком, а вдруг он кто-нибудь ночью ворвется в гости... Это, в общем, ненадежно и все такое. И поэтому вот с его легкой руки мы здесь. Значит, что есть? Есть журнальный столик. Здесь есть два стаканчика. Есть система кондиционирования. Она уже здесь встроенная, насколько я вижу. Но в номере сейчас пока что тепло. Тумбочки. Вот знаете, мебель, она вся новая. То есть, я не знаю, то ли они недавно открылись, то ли что. Хотя нет. Отзывы вроде бы и годовалой давности есть. Но как бы ничего такого вот подуставшего здесь нет. Белье белоснежное. Икеевское, мне кажется. Кровать мягкая? Мягкая. Мягкая. Нам с Ваней хватит. Но это две совмещенные. Крати, что ты руку тянешь? Просто я ни разу в отеле никаком не видела. Вот что люстра тут висит. Ну, люстру я тоже, честно говоря, ни разу не видела. Но она висит еще самое, что интересно, над кроватью. А у меня всегда, знаете, какая-то такая боязнь. Вдруг это вот что-то такое упадет. И упадет она на кровать. Но люстра это произведение искусства такое. Это шедевральное что-то. С рисунком с таким необычным. А, а ты почему ты думаешь, что она может упасть? Да бог ее знает. Проверь, работают лампочки, Ваня. Лампочки? Ну, вот розеток. Розеток здесь сколько? Две розетки с одной стороны. Я вот этот раз забыла свой удлинитель. Вернее, даже не подумала. Потому что у нас обычно с розетками в России это нормально. И одна, единственная, с другой стороны. Вот здесь удлинитель-то не помешал. Мама! Так, а вид? А вид у нас куда-то во двор. Здесь какой-то доводчик стоит. А, здесь, наверное, нельзя открыть. Чтобы не выбросился никто, что ли. В общем... Ух ты! Вид куда-то во двор. В общем, вида нет. Ой, а там напротив квартира. Как жалко, что здесь не откроешь. Подожди, Вань, дай я попробую. Может, все-таки открывается? Нет, нет. Просто я хотела показать зрителям. Нет, здесь что-то такое вделанное. Напротив квартира. Вот коммунальная, по-моему, еще прям осталась. Смотрите, сейчас. Туда вот так вот. Вот напротив, видите, женщина там стоит. И прям там все такое... Телефон не уронил? Да потопное. Я не уронил телефон. Но жалко, что здесь, видите, только как на проветривание. Получается. Вот. Ну, вот, собственно говоря, вот такой вот номер. Окна здесь высокие. А давайте, кстати, посмотрим. Может, здесь есть обзор отеля? Шторы, смотрите, какие красивые шторы. Но здесь все в таком вот стиле сделано. Гармоничном, смотрите. Такой беж. Мама, это спортиви. Беж с коричневым, с каким-то таким оттенком. Но, знаете, сейчас смотрится как больше желтый. Но вот я вижу коричневый. Просто телефон, он еще не все такие цвета передает. Светло-светло-коричневый. Золотой такой, я бы сказала. Посмотрите, какой пол. В общем, супер. Мне здесь уже нравится. Уже можем, Ваня, просто в отеле жить, да, и никуда не выходить. Зачем нам куда-то надо идти? Так, ладно. Сейчас расставим продукты. Пойдем учиться наливать с Ваней чай. Сегодня мы уже, конечно... Что, даже мою фамилию? Приветствуем вас в отеле. К вашим услугам вся команда. Телевидение, язык. В общем... В общем, вот так вот. Жалко, что в номере... В номере чайника нет. Ну, пойдем посмотрим, там есть вода-то или нет. А это тоже такая тумбочка, что ли. В номере написано не курить. О! Вот это счастье. Вот это тумбочка для зарядки как раз-таки гаджетов. С доводчиками, кстати, двери стоят. Ваня сейчас чуть ли ногой не закрыл с доводчиками. А здесь, смотрите, информация об отеле, услуге, будильник. Здорово. Расположение. Ну, о расположении сейчас я с вами поговорю. В общем, расположение вообще шикарнейшее у отеля. Все-таки я не знакома с Питером, но выбрала нормальное расположение. Очень нравится ванная комната. Безумно нравится прям ванная комната. Здесь прям вот все новое. Вот эта вот душевая кабина. Все-все новое. Полотенчики вот такие вот здесь для рук. Мыло Ваня уже распечатал. Шампунчики стоят. Стаканчики. В общем, все есть, что нужно. Это розетка, зеркало дополнительное, крючки для халатов. Собственно говоря, сами халаты. Представляете? Это три звезды. Ваня, конечно, в таком халате у нас утонет. Ваня, что если тебе так у халата деть? Как ты думаешь? Ну, халатики такие белоснежные, чистенькие. Так, достаю продукты. Такой вот нехитрый продуктов набор мы купили. В общем, в Дикси очень удобно. В тапочках, разумеется. Ваня все какие-то вафли взял, печеньки к чаю. В общем, завтрак здесь включен, а кушать мы где-то будем. Подожди, нужно карточку вторую взять. Мы же две карточки взяли сейчас. Одна у тебя в сумке. Давай, пойдем. Все, я забью. А то не зайдем. Да, вместе с вами. Ну, пойдем вместе. Мы вместе со зрителями. Со зрителями. Пойдем вместе со зрителями. Слушайте, прям вообще мне очень нравится. Я прям очень довольна. Смотрите, какие двери все. Шикарнейшие. Замки все такие современные, да? Так, ладно, идем. Только мы еще не поняли, где здесь столовая. Но вот как бы не вот это вот столовая, Вань. Приват написано. А, или дальше еще что-то есть. Так, здесь есть кулер. Можно выбрать себе чай. Чай черный и зеленый. Green, Black. Это здесь, видишь, специальная чашечка. На, отрывайся. Вот Ваня будет учиться готовить себе чай. Черный, Black написано. Black по-английски. Черный. Черный. Цвет настроенный. Черный. Ну, у нас, наверное, желтый. У нас желтый цвет настроения. Почему? Ну, радостный. Радостный. Вань, смотри. Видишь, здесь нарисовано. Вот это вот, по всей видимости, кипяток. Так, как выбрать режим воды? Холодное? Удерживать. Горячее? Нажать. Кружку. И удерживать. Экстра подогрев. Ой, Боже. Все такое современное. Что еще я даже и не пойму, как. Так, как горячую наливать, так я не поняла. Вот это вот, наверное, горячее. Ну, да. Да вот это. Давай сюда пускай. Так, давай пробовать опытным путем. Сейчас какая пойдет. Никакой. Что, воды нету, что ли? Так, холодное. Капельки. Капелек я здесь не вижу. А, вот капельки-то. Господи ты, Боже мой. Это горячая шашелла. Так, а холодное? Удерживать. Так, удерживать. Вот какая идет. Что там удерживать. Ну, попробуем. Побоюсь. Ну, боюсь. Боюсь попробовать. Ну, странный такой. Я попробую. Угу. Тепленький. Так, а как мы первый раз делали горячую, что я уже забыла? Нажали. Просто нажали. Холодный. Ну, как раз тебе, как ты любишь. Ну, он не холодный, а еле теплый. Ну, все, будешь сам бегать здесь себе. Пойдем, я туда хочу пройти. Постой здесь, Ваня. Столовая есть? Это написано столовая или нет? Номера, номера. Номера. А ты что там схватил уже, я не поняла? Вань, я тебе много кексов. Нет, его брать можно, но просто сладкое есть много. Я тебе против. А какое? Вот что это за приват? Где столовая? Я не поняла. Ладно, разберемся. Можно? А там, наверное, кстати, у нас же информация должна быть. Да, мама, информация же есть на телевизоре. В общем, приняла по-быстрому душ. Такое счастье. В общем, белоснежный простынь. Замечательный номер. Я, честно говоря, от гостиницы 3 звезды. Вань, сделай потише, пожалуйста, мультики. Не ожидала, что здесь может быть такой вот уровень комфортный. Он, конечно, номер небольшой. Но, тем не менее, вот прям все такое чистенькое, все такое новенькое. Здесь есть еще какие-то номера больше. Есть с видом на Невский проспект. Но они, соответственно, дороже. Но мы, в принципе, с вами в номере сидеть не собираемся. Разумеется, мы собираемся с ним посетить музей. И мне говорят, почему вы поехали в Питер зимой? Вот люди такие странные. Почему вы поехали в Питер зимой? Ну, смотрите. Летом однозначно хочется поехать всегда на море. Ну, во всяком случае, мне. Мне хочется всегда летом на море. Все-таки отпуск, да, то есть время, которое ты можешь провести в отпуске, оно не такое продолжительное, чтобы совместить и то, и другое. Музеи летом посещать точно не хочется. Потому что летом нужна природа. И поэтому, мне кажется, вот зима, зимние каникулы – это самое оптимальное время, чтобы посмотреть как раз-таки вот Эрмитаж, в котором я никогда не была, дворцы, которые я хочу посмотреть. Ну, соответственно, большинство достопримечательностей, которые здесь есть. Просто походить, погулять по Невскому. Да, на улице не май месяц, но он и у нас не май месяц. То есть, как бы, вот особо погоды, разницы я не увидела между Зеленоградом и Питером. Единственное, что когда мы приехали, был ветер. Но, как бы, в Зеленограде тоже бывает ветер. То есть, как бы, здесь ничего такого страшного нет. Но посмотрим дальше, что будет, может быть, там, ближе к воде. Это как-то ощущается. Пока что ощущения такие феерические. Ожидание чего-то нового, потому что хочется посмотреть. Здесь что не дом, то памятник архитектуры. Все дома очень интересные. Вот даже вот я сейчас сижу, люстру разглядаю. Ну, и она, конечно, наверное, не старинная, но сделана она довольно-таки интересно. И, что удивительно, обычно сейчас во многих отелях экономят свет. И в Турции, и в России, где бы мы ни были, везде такое тускло ощущение, освещение. Здесь освещение, ну, как бы, более-менее нормально. Во всяком случае, есть вот два торшера и есть люстра, в которой, в принципе, горит все шесть. Все шесть плафонов горят. Вот. Телевизор у Вани есть? Здесь даже интернет есть или нет? Здесь есть. Я имею в виду в телевизоре. А, в телевизоре. Ютуб нельзя смотреть по телевизору? Тут нельзя, Ютуб. А, Ютуб нельзя смотреть по телевизору. Вот. Ну, а самое классное, что, мне кажется, это расположение отеля, что он расположен непосредственно на Невском проспекте. То есть, можно идти в одну сторону, в другую сторону. Метро рядом. И, в общем-то, нам, в принципе, ничего не мешает с Ваней путешествовать. Кто говорит, там, Ваня устанет, не устанет, там, либо еще что-то. Но, понятное дело, что все дети устают, и взрослые устают в том числе. Мы приехали отдыхать, а не так, что, как, вот, знаете, когда я взрослый, допустим, человек, ясное дело, что я боголопом по Европам. С ребенком так ты не побегаешь, ему всегда нужно то попить, то поесть, то еще что-то. А я, кстати, хочу еще чай. Ему здесь очень понравилось наливать чай. Он уже выпил 4 кружки чая. Вообще-то 2. 4 кружки тоже выпил. Первую ты не считаешь, ты пришел первую, потом вторую, потом еще сходил 2 кружки, одну холодную налил. Одну горячую налил. В общем, пока мы разобрались с этим кулером, каким образом наливать, но все необычно. А самое главное, конечно, что заблудились, как бы, я по карте вижу, что как-то нужно вот это вот дело обойти, а что там такой был тоненький перешей, чтобы сюда пройти, этого я не увидела. Когда ты приезжаешь, и незнакомое пространство, в общем, мне, конечно, еще учиться и учиться разбираться с картами, для меня это сложно, потому что на северо-запад идите, на северо-восток идите, в конечном итоге непонятно, где ты, и вот так вот как-то стрелками вокруг нас вели. Я-то вижу, что мы уже по Невскому идем, а он зачем-то нам предлагает буквой П вот это все дело обойти, навигатор я имею в виду, поэтому здесь смотреть, смотрите, смотреть. Ну, а сейчас, в общем-то, смонтирую быстренько для вас видео, а завтра вместе с вами позавтракаем здесь, в отеле, посмотрим, чем здесь кормят на завтрак, и отправимся в путешествие. Мама, дай я тебе скажу кое-что. Дай я тебе кое-что скажу. Этот ребенок постоянно что-то хочет сказать. Вот что-то постоянно хочет. Что? Вот что-то ресторан, адрес у него, улица Восстания, дом 19. Это ресторан, Вань, тут какой-то есть ресторан на улице Восстания, дом 19, и туда могут гости вот этого отеля прийти и покушать со скидкой 20%. А у нас где в отеле? Тут нет уже. Что нет? Ну, ресторан. Ресторан здесь у нас на четвертом этаже на завтрак только работает, а на обед и ужин здесь нет. Где тогда ресторан? Ну, завтра разберемся, спросим, где здесь. Это не ресторан, Вань. Там будет маленькая комната с небольшим завтраком. Здесь же всего лишь два этажа, не так много номеров. Поэтому не переживай, голодным не останешься. Тебе он что, плюшку-печонюшку съел, а ты уже наелся. Ну, вообще, мне больше всего, знаете, что здесь? Пол нравится. Пол и мебель, прям цвет просто фантастический мебель. Он не черный, не коричневый, я бы сказала, красное дерево какое-то. Что там у тебя, Ваня, опять? Что ты там такое увидел? Я заеду в настройке. Не надо в настройке, тут сейчас перенастроишь всего. В общем, как видите, с Ваней не соскучишься. Чем старше он становится, тем интереснее с ним общаться. И мне очень хочется, чтобы... Вот я впервые побывала здесь, можно сказать, в 40 лет, а Ваня впервые в 8 лет. Ясное дело, что к 10 годам он уже большую часть, а может быть, даже и через год забудет. Но все равно какие-то воспоминания в памяти у него останутся, и он хотя бы будет уже иметь представление, что такое город Санкт-Петербург, что он из себя представляет, как выглядит, какие здесь есть основные улицы, какие основные достопримечательности, потому что я считаю, что это наш российский культурный центр, и очень интересно с ним познакомиться. Убегая от снов и от прожитых лет Все равно ты себе не изменишь И от жизни возьмешь только то, Что тебе даст Господь, и ни больше, ни меньше Огляни за собой, сколько в жизни сплелось, Сколько судеб к тебе прикоснулось Пусть полжизни прошло, как у всех на авось, И удача другим улыбнулась Поговорим за жизнь Без трёпа, без пустого Есть повод у друзей, честное слово Поговорим за жизнь Без трёпа, без пустого Есть повод у друзей, честное слово Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok